Акция «Пасхальные дни милосердия» началась с подготовительного этапа – сбора средств. Благотворительные пожертвования собирают в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Волонтёры Центра «Радость моя» будут стоять на точках 12, 13, 19 и 20 апреля. На собранные средства приобретут пасхальные подарки для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Оставшиеся деньги пойдут на адресную помощь нуждающимся семьям и детям-сиротам в детских домах. Остатки от этих средств у нас идут на адресную помощь семьям. Если остается, если мы побольше собираем, то есть мы помогаем на лекарства, на какие-то экстренные моменты, бывают поездки к врачам. Мы из этих средств также пользуемся для того, чтобы поехать в детские дома. Хотя, конечно, перед поездкой в детский дом мы дополнительно объявляем, мы сборим, но люди многое приносят. Но, тем не менее, мы пользуемся этими средствами. Также остатки средств идут на продуктовую помощь пожилым людям в рамках проекта «Десница помощи». А также ветеранам, которые состоят на учёте Управления социальной защиты населения. В пасхальные дни волонтёры организовывают общий праздник для подопечных и домашние поздравления для тех детей, у которых серьёзные ограничения по здоровью. В программу поздравлений входят творческие мастер-классы, пасхальные игры, вручение подарка. Также добровольцы Центра «Радость моя» запустили новый проект «Принимай гостей». Поход в гости, в семью, на день рождения или, например, День Ангела. День рождения празднуют все, а День Ангела знают мало. Но вот хотим рассказать вот тем семьям, которым интересно, что как поздравить можно своего ребёнка с Днём Ангела, что можно тоже в гости прийти в это время. Вот у нас уже начинают появляться партнёры в этом проекте. Вот у нас будут именные торты. Сейчас в списке для поздравлений порядка 160 семей. Если вы хотите, чтобы волонтёры поздравили и вашего ребёнка с Пасхой, звоните по телефону 8 906 353 46 37. Если даже, например, ребёнок очень маленький в семье, который ещё не может воспринять приход в гости и так далее, но в семье есть другие дети более старшего возраста, а вот родился ребёнчик, у него какие-то ограничения по здоровью, и если семья хочет, чтобы мы включили их в свою программу, то можно. Если, например, ребёнок один в семье, то где-то, наверное, с четырёхлетнего возраста уже можно пригласить домой Деда Мороза, Снегурочку. Сделать пожертвования на пасхальный праздник для детей можно и с помощью QR-кода, который можно найти в группе центра «Радость моя» ВКонтакте, указав в назначении платежа кодовое слово «Пасха». Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24.